здравствуйте друзья мы беседуем с эдуардом я обещал ваши вопросы переадресовать значит первый вопрос который многих волнует это вопрос почему вот нет вибратором бетон не обрабатывают вообще в америке есть такое что потому что потому что бетон который мы получаем с завода он уже имеет твердость и все при при уже там все пытаюсь по-английски выразиться да она уже выставленная то есть то есть его совершенно не надо утрамбовывать отлично теперь спрашивают почему кладется бетон не на щебенку а прямо на грунт то есть такое чтобы в америке бетон на щебенку квартира есть такое когда когда это слаб так называемый бетонный слаб до плита вот например как гараже выкладывается или например если нам надо было бы это предприятие есть разные виды фундамент есть фундамент водоадного наверное в россии называют ленточки даже вот а а есть фундамент вот сладую сплошной да так вот когда этот монолитный сплошной фундамент тогда мы всегда Да, мы кладем гравий, мы кладем песок, мы кладем, мы кладем пластик, вот, и потом уже только... Пластик это гидроизоляция или что? Да, да, это да. Вот. И, а в этом случае, вот то, что вы сейчас здесь видите, это же ведь не слаб, это же ведь так называемый, у нас это называется red slab. То есть это чисто для, для того, чтобы просто закрыть, закрыть, закрыть поверхность земли. Но просто вопрос какой, что если вдруг там будет какая-то усадка, поведет, там что-то пучится, ну что-то будет вот там, то оно поведет. Это совершенно не структурная деталь, вот это вот, вот этот вот так называемый red slab, он не структурный. Структурные детали, это, 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 это все, все, что мы везде, где мы арматуру укладываем. Хорошо, давайте про арматуру. Вот говорят, а почему так мало вот этой арматуры? Говорят, ну вот тут чуть-чуть на донышке, тут чуть-чуть сверху, а где же там всякие связки, перевязки, там вот... Это все было, это все было. Наверное, вы просто не показали все это, но мы это делали исключительно так, как показал structural engineer. То есть вот инженер, который, который занимается этим нагрузками. Да, да, нагрузками. То есть, если бы он сказал, больше проволоки накрутить... Да, да, если бы деталь была выдана такая, по которой мы, по которой мы должны больше подставить арматуры или проволоки, или и так далее, то мы бы это делали. Но мы это, это абсолютно стандартный, стандартный метод тоже. Хорошо. Дальше говорят, вот эти штыри, вот, которые торчат... То, что вы называли... Да, это анкерные болты, да. Анкерные болты. Вот говорят, чего же они, эти болты, не обернули каким-то там поэтиленовым пакетиком, а лили бетон и запачкали все эти болты, как они потом будут гайки накручивать? Накрутить, накрутить, они же не от руки будут крутить, а от инструментов, это первое. Во-вторых, во-вторых, нет, не бывает такого, чтобы гайка не накрутилась. Может, у них там цемент какой-то редкий там? Это может быть, потом, может быть, у нас ведь все эти болты, они все galvanized, то есть они galvanized, то есть им это тоже не страшно. То есть им бетон не цепляет? Абсолютно не страшно, они живут в бетоне. Хорошо, тогда давайте посмотрим, вот они сейчас такие доски кладут на поверхность цемента, я понимаю, что, видимо, это как бы должна быть изоляция, дерево, которое сверху будет гипетоном. Это не простое вид дерево, это так называемый pressure treated, то есть это то дерево, которое может быть в контакте с землей, с бетоном. И ничего с ним не будет. Это нечто вроде пропитанных криозотом шпал. Боже, так. Ну, знаете, как вот на железной дороге выносили шпалы, вот это вот, это нечто вроде, вот тот же метод. Я вижу тут, я могу даже отсюда показать, может быть, вот торец вот этой деревяшки, чтобы было видно, что она так. Что она вся там внутри-то, она нормальная, но сверху она обработана. Закопченная такая, да. Но сверху она обработана химически и давлением. И давлением, да. Да, если она прошла, она видела, плотность там выше. Я уже забыл, как правило. Да, ну не суть важна. А вы были строителем там тоже, да? В Риге-то? Да, на самом деле я в Риге вот вагонные депо строил. Если в Риге. Коммершал такой. Да, да, да. И даст, индустриальный. Хорошо. Вот такой вопрос, с точки зрения вот квалификации. А мы еще и коттеджики рубили в Юрмале. Что делали? Коттеджики. Коттеджики. Слушайте, вот народ смотрит на них и говорит, какие-то они неквалифицированные, все тяп-ляп делают там и так далее. Ну по сравнению с тем, как если бы это было в Сибири. Смотрите, из этих ребят, вот из пятерых, один очень сильно квалифицированный и он же является бригадиром. Тут один как профессор ходит такой в рубашечке гражданской. Тот не самый квалифицированный, он просто профессор. А вот этот парень, который сейчас подошел, самый квалифицированный. Он очень квалифицированный. Я через окно снимаю. Вот этот вот. Да, вот этот вот парень, который сейчас принимает шурупы, гвозди. Вот. И значит, еще один парень есть, который там вот закручивает гайки сейчас. Этот парень тоже достаточно. Откуда у них берется квалификация? Они просто как бы на работе учатся? Вы знаете, я вот этого парня Рубана, который сейчас подходил, а я его знаю уже лет десять. Так. И вообще он в этом... Вы понимаете, это же иммигранты. Они приехали. Ну как и вы когда-то приехали. То есть он не был строителем в Мексике? Они очень многие строили в Мексике. Очень многие строят. Но в Мексике там по-другому строятся. Здесь немножко по-другому. Я, кстати, возвращаясь к Мексике, я слышал несколько разных мексиканцев, которые так рукой махали и говорили, в Америке это вообще не стройка. Вот в Мексике мы строим, так мы строим. Вы знаете, в Мексике там немножко другая система. Например, у них делаются дома, которые, ну, каменные дома. Да, да. Вот. Примерно как в России, только другого типа. Там бетонного дома. Там очень много бетона и очень много глины. Они используют глину. Вот. А, ну, а у нас, естественно, это только в индустриальных и коммерческих проектах. А наши все там домики. Но, опять-таки, это все... У этого есть причина. Причина этому... Ну, во-первых, причина та, что у нас рядом очень много лесов и очень много дерева. То есть есть... Ну, как Орегон, весь лесной штат. Это правда. Но и в Калифорнии много. Да, и в Калифорнии очень много. И в Вашингтон штат. Хорошо. Все-таки, если вернуться к квалификации. То есть, они приехали, они эмигранты. И... Они где-то... Где-то они учатся этому? Вот, вот, вы знаете, вот, кто-то где-то учится. А вот, вот этот вот Робан, например, он просто... Он просто... Талантский? Сколько я его знаю, он просто научился этому. На месте. Он был на подсобных работах, когда я его первый раз встретил. А сейчас он... А сейчас он очень... А есть какие-то, ну, типа ПТУ, там, строительные? Есть. Ну, есть... Они есть. Вот эти vocational school, профессиональные школы. Да. То есть есть. Как у меня. Они есть, да. Они есть. Но в основном, насколько я знаю, люди учатся сами по себе. Плюс, то есть они проходят вот эту вот подготовку. Вот есть такие, ну, стадии. Есть подмастерь, а есть там специалист. Да. Джорнимен. Это уже мастер. Подождите, а вот какая-то... У них есть какое-то лицензирование или какие-то... Абсолютно. Есть, да? Смотрите, например, вот тут двое парней, которые приходят, которые тоже вот из этой же бригады. Вот. Они оба лицензированы. Вот. А, Франциско, здоровенный парень. И второй, Цезарь. Да. Вот. У них у обоих есть лицензии. Контракторские лицензии. Контракторские лицензии, да. Такие же, как у меня. Окей. Да. То есть эти люди, которые сдавали экзамены и все такое. Но просто у рабочего нет лицензии? Все-таки контрактор... У рабочего, как правило, лицензии нет, да. Нет-нет. Нет ли специальных каких-то лицензий? У меня, например, в моей бригаде, вот, например, у меня есть замечательный парень Борис. Да. Вот у него такой же лиценз, как у меня. Но он не любит заниматься бизнесом. Он занимается руками. Я ему обидумал, что не контракторский лиценз, а какой-то рабочий лиценз. Вот у них какое-то есть свое? Сертификация, может, какая-то? Обычно это контракторские лицензи, но лицензи разные. Типа, например, пламенька. Да. В смысле сантехника. Отдельная электрика. Да. Отдельные профессиональные трейды. Я уже не знаю, как сказать. Это артизан-контракторы, которые разные видны. Да. Хорошо, понял. То есть у них нет такой рабочей первого разряда, второго разряда. Нет, тут это не принято. Нет, я понимаю, о чем. Да. Ну что же, хорошо. Ладно, спасибо. Еще последний вопрос из того, что ребята спрашивают. Вот несколько раз поднимался вопрос о гидроизоляции. Вот тут есть какое-то понятие гидроизоляции? Еще как. Еще как. А вот у нас тут где гидроизоляция? Есть? Они же не клали пленку какую-нибудь там? Они не клали пленку, потому что здесь пленка нигде не требовалась. Так. Если бы я еще раз говорю, если бы это был слаб, вот тот, на котором стоим. Вот где я сейчас стою у вас в доме, вот там у вас слаб. Насколько я понимаю. Вот там, вот там. Правильно? Вот там слаб, да. Вот там слаб, да. И вот там обязательно есть пленка тоже. Ага. Должна быть. Да. Я надеюсь, ее ложили в свое время. Я не помню. Но я думаю, что вы только здесь добавляли. Там вы уже купили. Да, там было, да. Хорошо. Значит, вот на этом объекте конкретно там будет какая-то гидроизоляция. Вот может быть не сейчас, может позже. Будет укладываться на уровне, на уровне рейдинг-хита. Ага. Я сейчас пытаюсь. Когда пол обогреваемый. Самая главная гидроизоляция будет иметь место в ванне. Там, где вода льется. Там, где вода льется, да. Да. Там обязательно. Там будет так называемый харди-беккер-беккер-беккер-беккер. Ну это мы потом подойдем. Это цементная плита. Цементная плита, под которой идет бумага. По которой бумага, на нее плита цементная. Потом только плитка. Понял. Понял. Но вот здесь вот как бы на этих... На этом фундаменте ничего нет. На этом фундаменте нигде не было спецификации. То есть кто-то мог сказать, вот тут нужно, да? Более того, кстати, о гидро. Если бы мы не делали то, что мы сейчас будем делать, а будем мы делать так называемый френч-дрейн. Французский. Французский, да. Французский такой вот... Осушение. Осушение, да. Такую ирригационную систему, где мы эту воду отсюда отведем. Она, по идее, не будет попадать под фундамент. Бывают места, где это требуется абсолютно. Вот мы сейчас делаем в другом городе работы. Там просто подземная река течет практически. Ну, практически, да. И там... В Белленте сейчас. Ну, там рядом, да. Да, вот. Там очень много подземных вод. И там мы делаем... Кроме осушения, мы делаем там... Сплошь укладываем пластик. Если люди захотят второй этаж надстроить, что будет с этим фундаментом? Этот фундамент будет... Будет... Реинфорст, так сказать. Усилен. То есть усилен, да. Он будет усиливаться. И именно усиливаться по рекомендациям, естественно, структурного инженера. То есть... То есть это не пропадет ничего? Ну, это ничего не пропадет. Там будут просто дополнительные еще арматуры, дополнительный бетон. Ну, то есть ничего страшного? Ничего страшного. То есть если вдруг... Просто заранее... Ведь никто же не планирует построить одноэтажный дом, имея в голове, что там еще будет второй этаж, а то и третий. Вот. Тогда бы фундаменты были монолитные такие, что... Другие, да. Ну, да. Это было бы... Но если вдруг чего, то это решается. Да. Это все решается, да. Но это не дешево, кстати. Когда уже дом стоит и под него усиливать фундамент, это все-таки дороже, чем сразу сделать. Поэтому я приглашаю всех сразу строить двухэтажные дома. Если уже хочешь двухэтажные строить сразу. Да. Отлично. Это дешевле. Отлично. Спасибо. 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 Спасибо.